Реконструктивный этап в лечении опухолевого диапарата является основным. Особенно актуально речь идет о поражении длинных костей опухолевым процессом. Заболеваемость с локачным образованием первичных костей хорошо известна. Это достаточно немногочисленная группа пациентов. Если в данной группе пациентов реализованы все этапы комбинирового лечения, то 5-летняя выживаемость сегодня составляет порядка 70%. И все больше в нашей практике мы имеем дело с метастатическим поражением костной ткани. Метастазы в кости занимают третье место после метастаза легких и печени. И у 29% это может быть первым проявлением опухолепроцесса. А иногда, конечно, у пациентов первое проявление опухолепроцесса может быть в виде патологического перелома. У данных авторов от 5 до 30%. На данном слайде указана динамика за последние 10 лет показателей смертности населения России от злокачественного образования костей и мягких коней. И мы видим, что устойчивый отрицательный прирост. И мы считаем, что это связано с образованием сарковной группы в 2009 году и внедрением стандартов диагностики и комбинированного лечения в регионы. Наиболее часто метастазируют в костную ткань рак молочной железы, рак пристательный, рак щитовидной железы. Те морфологии, где есть резервы лекарственной терапии, которые значительно улучшают выживание с данной группой пациентов. И если пациенту не реализованы этапы комбинированного лечения, то есть пациент без лечения, однолетняя выживаемость, к сожалению, 13% данной группы пациентов. Это связано в первую очередь с тем, что пациенты выпадают из протоколов лечения, развиваются гипостатические осложнения, докомпенсируется сопутствующая патология. Основной задачей диагностики теплых опорных аппаратов является выявление очагового поражения костной ткани, оценки степени местного распространения, распространения по костно-суставной системе, адекватное стадирование заболевания и планирование оперативного вмешательства на основе тех данных, которые получены при исследовании. Выбор тактики лечения зависит от морфологического варианта, от распространенности опухоли процесса, от массы факторов, когда надо принимать внимание на наличие первичного очага, то есть морфологический вариант опухоли. И один из немалых факторов, такой, как если пациенту ранее выполнялось какое-то вмешательство в оперативное лечение, то от его адекватности, как правило, пациенты с патологическим переломом попадают в ортопедические стационары и пациентам предлагают различные варианты стабилизации. При первичных опухолях тактик зависит от морфологической степени злокачественности опухоли, при метастазах в кости зависит продолжительность прогнозирования жизни пациентов. Реконструктивный этап может быть представлен при лечении опухоли опорного директора аппарата в различных вариантах. С помощью микрохирургической технологии, методики депрортизирования крупных суставов, замещения дефектами либо ауто-либо аллографтами, 3D-принтинг все шире внедряется в энкортопедию. Протезирование сосудов позволяет нам в случаях, когда имеется инвазие опухоли в магистральные сосуды, решить проблему именно локального контроля. Ну и методики реконструктивно-пластической хирургии направлены на ликвидацию дефектов покровных тканей, которые возникают в результате нашего противномешательства. Основные варианты лечения опухоли длинных костей, это может быть как сегментарная резекция реконструкции, либо без. Всевозможные варианты остеосинтеза, малоинвазивное вмешательство, ну и ампутационная хирургия тоже имеет быт в нашей практике. При диафизарной локализации варианты оперативничества могут быть как резекция сегментарной спротезированным, либо с тотальным депротезированным длинной кости. В комбинации с всевозможными вариантами остеосинтеза используют углеродных имплантов, ауто и аллографтов. Остеосинтез при медицинском поражении позволяет решить именно вопросы стабилизации, уменьшения болевого синдрома, но обеспечивает локальный контроль достаточно сложный. Для решения подобных ситуаций в России разработан отечественный материал из города Санкт-Петербург, это углеродный структурный имплант, который обладает уникальными свойствами. Он одномоментно биоинертный и биоинтегрируемый, не воспринимается достаточно, хорошо интегрируется в организм за счет своих особенностей, не формирует на своей поверхности биопленку. То есть можно сказать, что он обладает бактерицидными свойствами, обладает опороспособностью, достаточно высокопрочной, пористой. Ну и при МРТ и КТ-исследовании он не создает помех и проникает для рентгеновских лучей. Для усиления устью индукции регенерации можно использовать комбинацию с гидроксиапатитами, тробоцитарными извесами, либо использовать как лекарственный контейнер для антибактериальной локальной, либо химиотерапии. По своим прочностным характеристикам он находится в интервале между критикальной и губчатой костью, например, на сжатие, на изгиб. При потолике длинных костей с около штаны локализации достаточно хорошо вопрос решается именно реконструкцией с использованием модуля системы эндопротезирования. Здесь вот пациентка поступила к нам из термотологического отделения, выполнена биопсия, верифицирован диагноз леймосаркома G1 и как метод лечения и локального контроля выполнена сегментарная резекция при пересмотре все-таки леймосаркома G3, проведено 6 курсов химиотерапии и пациентка находится на диспансерном наблюдении. Реконструктивный этап при локализации опухоли в длинной кости. Здесь именно реконструкция связана с тем, что данная методика ротации медиальной порции экранной мышцы позволила свести практически на нет. Те осложнения, которые были связаны с дефицитом ткани в этой зоне, именно вложены до протеза и так далее. Методика локального контроля с использованием углеродного импланта, статический перелом, выраженный болевой синдром, ограничение подвижности, метасаз рака почки, пациентке выполнена сегментарная резекция и фиксация углеродного импланта стержнем интермедулярным. На данном слайде пациентка с эпителиоидной опухолью мягких тканей с инвазией кофтной ткани, сегментарная резекция с стабилизацией интермедулярного стержня и замещением дефектным углеродным имплантом. Адекватная диагностика лечения больных с опухолеводным аппаратом возможна только в рамках мультидисциплиарного подхода. Это позволит улучшить выживание пациентов и увеличить долю органосохранных вмешательств. Расширены показания к органосохранному лечению пациентов с местным распространением опухолем костей и мягких тканей. Всем пациентам с метастазами длинной кости, в том числе и осложненным патологическим переломом, показаны ортопедической посудой в различных его вариантах. В условиях онкодиспансера Республики Тарскан впервые в практике внедрён метод реконструкции диафизарных дефектов, обеспечивающий оптимальный локальный контроль и стабильность оперированного сегмента конечности. Благодарю за внимание.